Ты хочешь, я думаю, отрицательный отзыв, потому что я хочу знать, что будет, если... Я бы сразу тебя похвалил, но игра слабоват. Слушай, это то, что я реально думаю. Игра говно. Орлы, а вы знаете, что многих женщин возбуждают именно кортавые самцы? А ещё лучше кортавые ежи, потому что они возбуждают и миленькие. Так, посмотрим. Видео каждый четверг. Сейчас у нас воскресенье, два дня назад. Ёж, непорядок. В пятницу вышел, исправляй. Слушай, мне эта картинка нравится. Я хочу посмотреть, что там. Ой, я самый сексуальный среди вот этих заключенных. Офигенное начало. Я люблю, когда игра начинается процесс. Хотя это плохо, наверное, в тюрьме. Слушай, эти донатеры, пупа идёт за лупой. Это... 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 Это контент. Лё, слушай, это же та гитара, которую я разъёз. Я, кстати, не знал, что можно стать музыкантом. Для меня это откровение. Это у тебя в руках холодное оружие? Ну. Ой. Всё, смерть? Пошёл нахуй. А, индейка. Блядь. О, нихера сам, как я казнил. Просто, чтобы мы понимали, чем занимается его ежовое величество. Он играет в игру. Лет так, я не понял. Это видео вообще час назад вышло. Сегодня воскресенье, чувак. Каждый четверг видео. Я не понял, что оно вышло заранее. Прибереги на четверг. Не, ну это записи стримов. Я ещё могу понять. Но он играет в Ассасинчка Синдикат. Блин, его сейчас раздают в Epic Games Stories за бесплатно. Парень играет в реально классные игры. Тут и Детройт, и Red Dead Redemption. И Ассасина уважает. Это, ребят, это подписка автоматом. Не глядя. Ссылка в описании, Арлы. Вы знаете, что делать, да? Слушай, в последнее время вот постоянно натыкаюсь на классные каналы. Ютуб не так плохо. Может, мне уйти с Ютуба, что-то каналов классных стало много. Мне кажется, мне места уже не хватает. Что ж, всем привет. С вами Евген Пожилой Ковбой. И сегодня у нас два рута по цене одного лайка. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я заметил, знаете, я заметил такую вещь. То есть, ну, я замечал раньше, но как-то сейчас максимально задумался. У нас, вот, я зашел в статистику, и там, как бы, 70% зрителей, которые меня смотрят, не оформили писку на канал. Так что, ребят, если вы меня смотрите, если вот вы... Потому что, не знаю, у меня есть ощущение, что люди, которые смотрят, многие не оформили подписку. Очень важно. Оформляйте писку. Оформляйте колокол. Чаще будете видеть мои видео в рекомендованных. Чаще будете сталкиваться со мной на Ютубе. А то, если вы просто посмотрели видосик один, ну, не факт, что вы увидите еще, понимаете? Нужно оформлять колокол. Это важно. Это важно. На канале в Дейерусе выходит только топ-контент, поэтому вы не пожалеете. Никто никогда не жалел оформлять колокол на этот канал. Никто и никогда. Кроме тех дебилов, которые отписались. Ладно. Рут Эрни полетел. Начать новую игру. Сохранение будет удалено. Вернуться? А если вернуться, нажмите, что будет? Не, ну, наверное, удалить сохранение. Укажите имя для вашего пейзажа в игре. Вспомнить, что мне советовали. Я их хотел записать отдельным текстовым файлом, но, но, как вам сказать. Ладно, назову его Извращенец. Извращен пусть будет, раз буква С не влезает. Ну что, ребят, все, за Извращенца играем. Я выбираю, мне эти книжки не нравятся, потому что Эрми не любит читать. Он любит компьютерные игры, как настоящий мужчина. Простите, но мне не нравится ни одна из этих книг. Может, выберет кто-то другой? Хорошо, Извращенец, никаких проблем. Мы здесь никого не осуждаем, но, может, попробуешь еще разок? Так, спасибо, но я откажусь. Тут идет получ... Слушай, тут я что-то должен получить. Опа, root TLDR. Что это значит TLDR? Я не понимаю, что тут символ пятерочки вылез на экране. Вам на видосе даже удивят. Что это значит? Ясно, ладно, каждому свое. Так, мы же можем загубить. TLDR. А в 2000-х раннем обычно встречается в комментариях, вначале, что некоторый текст был проигнорирован в следующей измеренной многословности. Ааа, типа не любят много текста. Окей, окей. Да, окей, нормально. Эрми, милый, я очень на тебя рассчитываю. Ааа, вот оно как работает. Типа, если не буду лезть я, то Т обратит внимание на зашуганного Эрми. Эрмигурта, который всех бесит. Слушай, нужно было есть йогурт Эрмигурт. Может, я по дороге куплю все Эрмигурты. А не, я же сейчас все пройду. Ладно. Теперь я знаю второго человека, чью книгу не выбрали. К вашим услугам. Или, слушай, как он должен звучать Эрми? Сейчас узнаем. Вскоре после звонка из Слацова уходит Т, и какое-то время задумчиво стоит возле двери. Спасибо за урок. Ой, извращение. Пожалуйста, пожалуйста. Рад, что тебе понравилось. Так, слушай. Ааа, по-моему, это уже... Ну, выиграл Эрми, мы тоже уже играем. Я по прошлому раз выбирал Симу, теперь выберу Нано. Ты какой-то странный. Чьи это имена? Очень неприятно, что думаешь о других девушках в такой важный момент. Ааа, ну... Они ничего нового не скажут, как я понимаю. Так, перемотка не работает. Значит, это и есть новый контент. Почему-то, видимо, он триггерится правильными выборами. Так, какое-то... И помните, игра же обрывается? Ааа, точно, игра на этом моменте обрывается, а здесь она продолжается, потому что я сделал правильные выборы. Так, какое слово выберем? Ненависть, ненависть, ненависть! Почему ты так думаешь? Ну, я ненавижу вас всех, поэтому это слово очень подходит. Так, опа, открылось, смотри. Трурут. Я пытаюсь нажимать на разные кнопки, но больше ничего не происходит. И, типа... Ну, и все? Попробую еще раз завтра. Ну, типа, все, да? Получается, да. О-хо-хо! А мы этого еще не делали, попытаться помочь всем! Я как-нибудь исхитрюсь найти время для всех. Мне кажется, это беспроигрышный выбор. Слушай, это самый ужасный выбор. Не, ну это как бы он хороший, но явно не приведет ни к одному руту, ни с одной телкой. Вот, еще не надо мне помогать, я сама справлюсь. И я. Какой ты скучный. Ну, то есть, они хотели, чтобы я выбрал кого-то из них. Но, понимаете, главный герой, он же хороший. Мне кажется, отчасти этот рут связан с Эрми, потому что мы пытаемся быть как Эрми. То есть, Эрми пытается быть таким хорошим для всех. И он не делает то, что ему нравится. Он пытается, ну, понравиться всем, чтобы там уже как-то его выбрали. Но это так не работает. После лергов меня подзывает к себе Тея. Извращенец, ты знаешь, в чем преимущество учителя? В знании? Во власти. У нас был разбор полета. В классе географии было очень пыльно. А, так, понятно, нужно убрать класс. Это тоже все было. Правильный ответ всем, ну? Обещание надо держать, поэтому я постараюсь помочь всем. Честно говоря, толком из этого ничего не вышло. Но, так, ну и конечно же не вышло, чувак. Думаю, мы отлично справились. Почему бы это не отпраздновать? А пойдемте в Дарсию. А, слушай, вот они идут в Дарсию. А что будет дальше? Посмотрите. Так, дать положительный отзыв. Все довольно быстро зашлись по домам. А, вот оно, мы встретимся с Эрми Гуртом. Я куда-то посел свою зарядку от телефона. Возможно, осталось в классе хуясь. А ведь завтра уже суббота. Жаль, что у меня ничего не запланировано на эти выходные. Было бы здорово, конечно, вернуться в это кафе с одной из девушек. С другой стороны, кого я обманываю? Они бы наверняка отказались. То есть, понимаете, мы становимся больше как Эрми. И поэтому мы тусим с Эрми. Вообще, логика в игре есть в плане выборов. То есть, чем больше ты подстраиваешься под кого-то из персов, тем выше шансы с ним затусить. Я думаю, у большинства по умолчанию вышел бы Рут Эрми. Ну, мне так кажется. Ну, или Рут. Не, наверное, Рут неудачного свидания. О, смотрите, кто пришел. Боже, Эрми, ты меня напугал. Ты что здесь делаешь? Где ты был все это время? А что, кому-то есть до этого дело? Ну, то есть, понимаете, Эрми теперь играет опять вот в это. То есть, ну, всем на меня насрать. И типа, что вы от меня хотите? Какая кому разница? Конечно, мы все пытались найти тебя, но безуспешно. Пытались так усердно, что никто даже не зашел в класс музыки. Нет же, именно туда мы сразу и пошли. Да ну, может, я в этот момент вышел? В любом случае, ничего другого от вас я и не ожидал. Все как обычно. Как обычно? А ведь я для вас играл. Считай все у травы. Меня хоть кто-нибудь спросил, не хочу ли я послушать музыку и расслабиться. Нет, конечно же, всем наплевать. Я чувствую сейчас многие такие, типа, да, это я. Я себя так чувствую. Ну, у меня не то, чтобы было такое чувство. Ко мне в школе хорошо относились, но я могу понять Эрми. Как бы я понимаю вот это чувство, когда ты немножко, понимаешь, когда ты настолько в себе, как бы, не уверен, что тебя обижают, то, что люди не обращают на тебя внимания. А разница в том, что ты не должен, понимаешь, ты не должен лезть из кожи вон и как бы ждать, что люди обратят на тебя внимание. Это должно заслужить. И заслужить не тем, что ты пытаешься всем угодить, а то, что ты угождаешь себе в первую очередь. И если тебе, как бы, ну, хочется, то ты помогаешь кому-то еще, кто, как бы, тебе нравится. Ну, как человек, я имею в виду. И, как бы, тогда люди тебя оценят. Когда люди видят, что ты личность, а не просто, как вам сказать, такой чувак-помощник, которого можно позвать, и он поможет. И, как бы, нет ничего плохого в том, чтобы отказать, кстати. Вот это еще такая вещь в школе. Если вас просят помочь, и вы думаете, ну, блин, я же не могу не помочь, я же не могу отказать. Чувак, можешь, ты можешь. Если тебе неудобно, ты можешь отсказать, нет, мне неудобно. Это абсолютно нормально. Если на тебя из-за этого обижаются, то тот обижается, долбоев. И как-то так. Ну что, на самом деле все не так. Очень даже так. Когда я что-то рассказываю, видно, что вам неинтересно. И вот сегодня тоже. Потому что ты в себе не уверен, чувак, в этом. Потому что ты не уверен, а сейчас ты занимаешься пассивной агрессией. И ты как бы обижаешься на людей, которые тебе ничего не должны. Они не должны быть заинтересованы в тебе. Сколько времени вы меня искали? Две-три минуты? Я уверен, если бы я сейчас совсем, вы бы даже не заметили. Ну, может, так оно и лучше. Слушай, перестань уже с этим. Что за ерунда? И вообще, пошли отсюда. Пошли, я тебе куплю, что хочешь. Давай, погнали. Ладно, давай. Кстати, а как вы посидели? Да шикарно. Меня не покидал мысль, что это отличное место для свиданий. Так что ж ты не пригласил одну из девушек? Честно, просто не смог этого сделать. Мне кажется, у тебя был бы шанс. Может быть. Мне лично не понять, как некоторые могут запросто пригласить куда-то девушку. Кажется, мне стоит как-то приободрить, Эрми. А еще мне кажется, что я знаю как. Так, ну-ка, может, позвать его в кафе? Эрми, а почему бы нам снова не сходить в Дарсию завтра? Без девушек, только мы с тобой. Посидим, поболтаем, съедим чего-нибудь. Найс. Нет, слушай, вот этот вариант хороший. Ты правда хочешь провести время со мной? Очень не хочется, чтобы ты пригласил меня из жалости. Эрми, ты хочешь пойти завтра или нет? Он неуверенно улыбается. Тогда до встречи завтра. Блин, я что-то вспомнил про узбургер. Но я больше всего хочу пить. Ой, у меня же есть вода. Чего я мучаюсь? Кофе кончилось? Кофе кончилось. Что-то я себя отвратительно чувствую. Надо ложиться спать. Нет, надо узнать, как там сестра пожарает. Слушай, у меня тоже так вот бывает. Перед сном, под вечер, где-то часам к 11, чувствую себя просто... Как сказать, тошнить начинает, и голова кружится. Не знаю почему. Может, потому что я как бы это встаю рано. Я как бы такой сигнал, что все, мозг путик. Эрми приходит вовремя. Слушай, очень похоже на одно кафе, в котором я был недавно. Очень похоже. Такой вход. Но террасы такой стеклянной там не было. Однако мы решаем идти в другое место, так как кафе забито до отказа. И оно тоже весьма престижное, как и все в этом районе. Мне стоило надеть самую красивую рубашку. Чувак, у тебя походу одна рубашка. Мы делаем заказ. Что думаешь о моей игре? Слушай, а мы делаем заказ стоя в коридоре, что ли? То есть стоя просто в центре зала? Найс. Мне кажется, ты можешь лучше. Я про компьютерную игру. То, что я не идеален, я и так знаю. Да я все понимаю. Тебе честный ответ или как? Честный. Лучше не ответ, а краткий обзор. Так, дать положительный. Слушай, я хочу дать. Я хочу его обосрать. Мне интересно просто, что он скажет. А сейвы реально удались. Нет, кстати. Так, сегодня 20. Нет, это только с сегодняшнего дня автосейва. Остальные сейвы тупо стерты. Это обидно. Зачем стирать? Товарищи, я даю отрицательный отзыв, потому что я хочу знать, что будет, если. Я бы сразу тебя похвалил, но игра слабоват. Слушай, это то, что я реально думаю. Игра говно. Почему же? Ну сам игровой мир непонятно о чем, чел. Персонажи как-то не верятся. Они не настоящие. Так ведь это же игра, извращенец. И что, разве игровой перст не должен быть фальшивым? Писатель из тебя тоже пока не очень. Нужно много работы. Почитай внимательно и поймешь, что половину текста можно выбросить. Кстати, чистая правда. Я не согласен. Я, между прочим, изучил рынок. И знаешь что? Людям важен объем сценария. В своем случае все сценаристы страдали бы графоманией. Не, ну кстати, это как раз таки неправда. Плохо изучал. То, что людям важен объем сценария, не значит, что им нужен этот объем сценария. Понимаешь? А лучше, чтобы люди просили больше, чем когда ты делаешь огромный сценарий. С кучей текста и людям становится скучно. Потому что люди сами не знают, что хотят и должны, понимаешь, что должен угадать что они. Хотят и дать им это. Не хотели бы раздуть объем, налив воды. Уверен, что на самом деле все не так. Как же, ведь короткий текст не выглядит профессионально, понимаешь? Ну, кстати, да, у меня в школе такое было. Я писал сочинения, делал их максимально коротким, даже короче того объема слов. И делал обзоры, потому что у нас по литературе нужно было делать анализ стихотворений. И я делал анализ на меньшее количество слов, чем это было необходимо. Но при этом все равно получал очень хорошую оценку, потому что обзор был хороший. И понимаете, тут в этом и смысл, что не важно какой длины твое произведение, то, что ты делаешь, главное, чтобы оно в хорошем было. А даже если людей длина не устроит, ну, господи, сделаешь вторую часть. Сделаешь вторую часть, и их длина устроит, и где люди уже будут, скажем так, готовы к потреблению большого количества сценария. Эрмия, посмотри старые мультфильмы «Розовая пантера», там, самый... О, «Розовая пантера», Лиза любит «Розовую пантеру» из 60-х. Увидишь, что слова иногда могут быть лишкими. Но я же не могу позволить себе анимацию, это слишком дорого. Описать какое-то событие, вот все, что я могу. И это описание должно быть прикольным. И вообще, критиковать каждый может. Попробуем сказать что-нибудь сам, вот тогда и поговорим. А сейчас пойду я, пожалуй. Ладно, я правда пойду. Когда ты пригласил меня кое-что, в какое-то время думал, что... Что ты на самом деле хочешь быть моим другом. Глупо, да? Но я правда так подумал. Прости, что было тебе в тягости. Он быстро уходит. Ну и, как я понимаю, все, да? Плохая концовка «Эрмигурта» открыта. Я медленно иду по улице. Нет, чувак, ты не идешь по улице, ты загрузку жмешь и загружаешь сохранение. Да. Так дать положительный отзыв. Посмотрим, похвалить графику, похвалить сюда. Что надо похвалить? Да, похвалить надо графику. Давайте сюжет похвалим. Мне интересно, что будет. Персонажа отличный, но развитие сюжета еще интереснее. Мне правда он понравился, Эрми. Уверен, что ответ все-таки должен быть. Пожалуйста, я обрываю игру на самом интересном месте, ладно? С радостью, но я сам пока не знаю ответа. Удачи с игрой, надеюсь, мое дружеское мнение было полезным. Дружеское мнение, говоришь? А ты веришь в дружбу? Конечно, а что ты спрашиваешь? У меня никогда не было друзей, поэтому и спрашиваю. А ты их искал? Брось, они настолько глуп. На самом деле, друзей легко найти, а сам удивился. Слушай, их не надо искать. Понимаешь? Дружба это что-то естественное. Вот меня напрягают люди, которые этого не понимают. Это есть люди, которые... Ну, определенные зрители. Которые, скорее всего, это видео не смотрят. Но которые, вот, бывают люди просят тебя, говорят, а ты будешь моим другом? Давай подружимся, типа. Или у тебя что-то просят. У меня как-то просили, типа, а ты можешь рассказать о моем канале? Я говорю, что, ну, типа, нет. И мне говорят, а давай подружимся. И я говорю, что нет, это так не работает. Просто бывает такое, что у тебя что-то просят, а потом говорят, а давай подружимся. И, типа, я тебе там чем-то помогу Ты мне чем-то поможешь То есть, мне не нравится, когда, понимаешь, чувак что-то просит у тебя А потом говорит, а давай ты будешь моим другом Ну, то есть, даже если это не так То все равно будет ощущение Всегда вот такой дружбы, что чувак Просто, эта дружба будет вымочена И это все будет ощущение, что чувак с тобой дружит Потому что ему от тебя что-то надо И, как бы, таких абузивных друзей Они у меня были То есть, люди, которые с тобой дружат Не потому что ты им, ну, там, нужен, интересен А потому что они хотят той попользоваться Такого реально очень много, ребят С такими людьми лучше не дружить То есть, с которыми вам ничего, ну, как бы, не дают Или дают от минимум Чтобы, ну, вы там, типа, более-менее там не ныли Но при этом сами они От вас требуют много То есть, вы, типа, им должны много А они вам не должны, по сути, ничего То есть, что-то такое Что-то такое Вот с такими людьми не надо дружить Как бы вот у вас не было там друзей Как бы плохо не было Как бы вот, даже если это ваш единственный друг Не надо дружить с такими людьми Вы просто, не знаю, тратите свои ресурсы, тратите свои нервы и в итоге чувствуете себя чмом, потому что вами пользуются. Поэтому никогда не дружить с такими людьми. Лучше одному, слушай, одному в пещерке, как Сонику, чем с такими друзьями. Я совсем запутался, Эрми. Люди хотят дружить с тобой, если они могут чувствовать себя круче. Ну, не обязательно. Понимаешь, с этой точки зрения, я просто идеальный кандидат. Я бы это не назвал дружбой, если честно. Ну да, это вот абузивные такие отношения. Поэтому я искал, что друзей у меня никогда не было. А что на счет обычных людей, знаешь, с которыми можно просто потусить? С ними все неплохо первое время, а потом я снова остаюсь один. Вот они чего-то от меня ждут. Но чего именно? Может они ждут чего-то взамен? Ну, кстати, да, да. Взамен? Что и взамен чего? Ты же сам сказал, что кто-то хочет дружить, чтобы чувствовать себя круче. Или ты им-то и дашь чувство превосходства в обмен на дружбу. Ага, думаю, теперь я понял. С другими все куда сложнее. Если ты лучше них, то взамен даешь эмоции. Все хотят дружить с кем-то популярным, ведь это так круто. А, ну, а если вы примерно на одном уровне? Да, ты даешь взамен свое внимание, звонки и переписка. Ну, как бы да, и там помощь какая-то. То есть вообще любые отношения между людьми, дружба там, неважно. Любовное отношение, это обмен. Любые отношения между людьми, это обмен. И есть люди, которые этого не понимают или отрицают, говорят, что нет, там типа дружба, она без крыс. Нет, всегда есть какой-то обмен, всегда есть какое-то, что типа ты что-то мне дал, я дал что-то тебе. Всегда это есть, всегда, везде, в любом общении. То есть даже общение строится по принципу, ты мне расскажи, я расскажу тебе. Если говорит все время один человек, общение не клеится. И наоборот, если постоянно говорит тебе кто-то что-то рассказать и нечего ответить, тоже общение не будет клеиться. И как бы это нормально, всегда должен быть обмен. Когда ты даешь взамен свое внимание, звонки, переписка. Вот, тут я совсем плох, это слишком напрягает. Мне просто нужен кто-нибудь, понимающий меня. Кто поймет и ничего не будет просить взамен. Ну ясно, то есть Эрми хочет быть абузером, он хочет сесть кому-то на шею, он хочет папика или мамика, или мамикса. Это я бы тоже не стал называть дружбой. Почему? Потому что это благотворительность. Но мне же нужно свое личное пространство. А у тебя его никто и не отнимает. Твои друзья должны знать, что их жизнь тебе интересна, этого достаточно. Может мне стоит завести парочку друзей женского пола, как думаешь? А ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Так, а какой правильный ответ? Правильный ответ, я верю, но типа я хочу ответить, я не верю. Мне интересно, что он скажет. Не верю в дружбу, верю во френд-зону. Знаешь такой термин? Слышал, но не верю, это просто отправная точка. Да, слушай, а я верю в дружбу, я считаю, что дружба, она может быть. Абсолютно между кем угодно, пол не играет роли. Надо завоевать ее доверие, построить отношения и все такое. Они мне знают, что говорят, я бы хотел иметь такого парня. Девушкам просто не везет, они постоянно встречают полных придурков. Может быть, но эти придурки умеют не давать им скучать. А ты? А ты запасной аэродром, Эрми. Ну как же так? Ведь эти же придурки бросают девушку, зачем с такими встречаться? Понятия не имею. Стой, знаю! Страдания, это тоже эмоции. Ну, как бы, да, в определенном смысле. Но, вот видишь, я еще найду свою принцессу. Давай надеяться, что она просто ждет в другом зале. Мне кажется, что Эрми, ну, мне кажется, это обычно так устроено. Ему подошла такая принцесса, которая либо хочет его обузить, и типа его это устроит. Либо такая, которая, ну, типа на том же уровне, что и он. То есть она как бы тоже нуждается в таком понимании, как Эрми. И тогда все будет более-менее хорошо. Ну, скорее всего, но тоже без гарантий. Давай надеяться, что она просто ждет в другом замке. Мне это напомнило отношение с фитнесом. Вот там есть этот Йок. Ну, вы знаете, Йок, я забыл, как его зовут. С дредами. И есть его жена, которая стала владелицей в третьем сезоне фитнеса, владелицей фитнес-клуба. То есть, ну, я не буду все пересказывать, но те, кто смотрел сериал, может быть, поймут. Мне кажется, вот Эрми нужно что-то подобное. Ну, как вариант. Я хочу тебе помочь, чел. Ты совсем не выглядишь счастливым, так что... Еще бы, у меня депрессия, я же тебе рассказывал. Это ты сам себе диагноз поставил? Какая разница, что бы я ни делал, не получая никакого удовольствия. Ну, это не обязательно депрессия, это называется апатия. Не могу с тебя, то есть, отвратительно себя чувствую. Может быть, чел, тебе нужно... И тут у меня разрядились наушники. Сюк, и микрофон сломался, все сломалось. Нужно новую видеокарту. А дальше произошла еще одна неприятность. Я не могу найти файл с записью вебки. Для вот этого кусочка видео. Я не знаю, как такое может быть. Они как бы идут попарно, но почему-то именно здесь вебки нет. Ну, на себе и своих переживаниях ты ссореоточиться очень даже можешь. А стоило бы начать с учебы, прям сегодня. Сегодня, знаешь, как любил говорить мой отец. Не грусти, завтра будет еще хуже. Я не шучу, возьми себя в руки, начинай вкалывать. Кстати, да. Я бы по-другому это, ну, не перефразировал. А сейчас сказал, что нужно делать сегодня. Например, сегодня я думал, что вот я высплю, все, сегодня. Мы с Лизой никуда не идем. Я, ну, или почти никуда. Я буду записывать видео, готовить видео. А то у нас видосов совсем нет. Это плохо, это грустно. И вообще, ну, надо видео. Где мои видосы? Без связи никуда не устроиться. Ой, это такое вранье. А скажи мне, откуда вокруг столько успешных людей, у которых не было связей? Им просто повезло. Чувак, а тебе не может повезти? Господи, Эрми, ну, не то, что заебал, но я его понимаю, понимаете? Я его понимаю. Я никогда так не мыслил, как Эрми, но, тем не менее, я его понимаю. И просто с таким человеком вообще лучше не общаться. В принципе, если у вас есть такие друзья, с ними лучше не общаться. Они тянут вас на дно. Потому что эти чуваки, они депрессивные, им нужно разобраться в себе. Скажем так, им нужно перешагнуть через себя. И кто-то это сделает, кто-то останется вот на этом же месте. Они найдут себе самую, там, не знаю, пойдут работать в пятерочку какой-нибудь кассиром. И все, как бы, или грузчиком, или еще кем-нибудь. И все, это их уровень, понимаете? Я знаю, вот, бывает, ты хочешь быть хорошим другом, тебе хочется такого депрессивного чувака вытащить, но порой это вообще нереально. То есть, вот есть такие чуваки, которые, ну, как бы, их нереально вытащить. И в любом случае вы всех не вытащите, вам сил не хватит. Поэтому, как бы, иногда кого-то вытащить можно, кому-то можно помочь. Но стремиться, вот, помогать всем таким вот Эрми, это очень плохая идея. С ними лучше просто не общаться. Так, так, так проще. Занимайтесь собой. Как бы эгоистично это ни звучало. Повезло? Возможно. Но везет чаще всего после очереды неудач. Кто знает, возможно, удачу тоже надо заслужить. И что это означает? То, что пора начинать действовать, чел. А что именно делать? Начать всегда стоит себя. Нормальное питание, физические нагрузки, учеба. Да, кстати, действительно, нормальный сон, питание. И все, и все будет по красоте. Ну, хотя бы, для начала. Я много читал о здоровом образе жизни. А если я пойду в тренажерный зал, девушки будут на меня смотреть? Все получится? Ну, да, наверное, я смотрю, как будешь тренироваться. Да, все обязательно получится. Я просто думаю, откуда мне брать мотивацию? Для меня это большая проблема. А ты начни делать, и потом появится мотивация. То есть, я раньше тоже был такой, блин, вот мне нужна мотивация. Но, знаете, меня бесят очень ютуберы. Ну, я раньше был такой, которые говорят, что вот мне нужны мотивации, мне нужны подписчики, которые будут меня мотивировать. Чувак, ты должен дать что-то этим подписчикам, и там у тебя будет мотивация. То есть, вначале ты делаешь, потом у тебя мотивация. То есть, знаешь, вот у меня есть мотивация ездить в дальний торговый центр, и есть узбургеры. Откуда она появилась? Потому что я изначально поехал туда, попробовал узбургеры, мне понравилось, и только тогда появилась мотивация. Просто многие люди, они мыслят неправильно. Они смотрят так, что вначале должна быть мотивация, а потом я что-то сделаю. Чувак, никогда не будет вначале мотивации. Ты должен вначале сделать, потом мотивация появится. И пока ты не примешь вот эту истину, и по-другому не бывает, пока ты не примешь эту истину, ты будешь лохом, как Эрми. Я просто думаю, откуда мне брать мотивацию? Это большая проблема. Говорят, что все гораздо легче делать в компании друга. Ну, как вариант. Хочешь, проверим? Компанию тебе я составлю. Компанию тебе я составлю, но камень я не дам. А кнопку лайка я дам. Ты хочешь сказать, что ты готов? Ты готов быть моим другом? Конечно, а почему бы и нет? Ну, я просто... Ну, просто так я тебя поддерживать не собираюсь. Мне нужна твоя полная отдача. Начнешь снова лениться? Все, мы больше не другальки. Без отмазок, короче, готов. Если нет, так и скажи. Я, наверное, назову это видео «Свидание с Эрми». Мне только что в голову это стукнуло, что видос будет называться «Свидание с Эрми». Я готов. Слушай, прикол сейчас будет, если Юра... Если Юра мне позвонит сейчас, а у меня наушники на зарядке. Вот это будет ржемба. Не слышу. Я готов. А в разговоре с кем-нибудь ты скажешь, что я твой другаль. Конечно, чел. Тогда завтра начинаю жить по-новому. Представишь, что ты сказал это вчера? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Смешно. Мы расправляемся с десертами, делим счет поровну и уходим. Знаешь, я никогда этого не замечал. Оно небо. Небо такое красивое. Это точно. Облака такие пушистые. Прям как волосы вокруг писюна. Начинаю прямо с этой секунды. Я буду каждый день смотреть на небо. Нет, этого мало. Каждый день и каждую ночь. Я хочу видеть звезды. Я хочу, чтобы ты смог до них дотянуться. Новая эра начинается уже сегодня. Новая чудесная эра. Все, да. Все только начинается. И у меня лицо Эрми здесь на авиа. Что я могу сказать? Осталось последнее достижение, которое я не открыл. И я хз. Что это за достижение? Потому что они тут секретные. Но осталось одно пацан. Одно достижение. Девочки и пацаны. Тут есть у меня в гайде достижение. Игорь вышел. И оно дает альтернативную концовку. Ну что, пройдем, да? Для главной концовки тысячелетия я одеваю свою шляпу. И на самом деле хочу уже просто закончить игру. Не потому что я мне надоел. Хотя, может быть, немножко. Мне хочется узнать, что это за альтернативная концовка. Так, я должен быть максимально непосредственным. Я, типа, люблю читать. Смотри. Я читать люблю. Но конкретно эти книжки мне не нравятся. Видите? Главный герой он особенный. Он ценитель. Вот эти все книги мейнстримные. Фигня. Он ценитель. Так, а тут что? Отвечаю спасибо, но я откажусь. Да, я откажусь. О чем меня просили, я не знаю. Но это не важно. Так, теперь нужно быть пидором и не запускать игру Эрми. Ну, допустим. Что скажет ГГ? Что скажет... А как я его назвал? Я... Это нормально? Я не помню, как я назвал чувака. Так, теперь я должен побыть... Как вам сказать? Мужчина легкого поведения. Я должен помочь той девочке, которая была не выбрана вначале. Так, вначале я кликнул на символ. Ну, по приколу. Значит, мы будем помогать Марте, но... Вот сейчас, типа, выберем ее. А потом мы должны выбрать... Эээ... Нано. И таким образом мы получим достижение Игорь вышел. То есть это секретная концовка... Эээ... Почему-то тут написано Рут Эрни. Ну, наверное, мы узнаем, почему это Рут Эрни. Короче, выбираем Марту сейчас. И здесь все как бы нормально. Но пиздец должен начаться... Видимо, не здесь. И, видимо, еще не здесь. И... Ой, го... Слушай, господи, как же... Так, выбираем Нану. Посмотрим, что произойдет. Я изменил свое мнение и решил помочь Нане. Она была крайне этим удивлена. Нано прикрепили какой-то строительной компании. А, ну понятно. То есть изменений не будет, раз мы можем пробовать. После этого мы вернулись в класс. Так, новый контент? Нет. Контент пока старый. А новый где? Это у нас тоже было. А новый где? О, постой. А, вот в чем прикол. То есть я не... Разница, вся разница в том, что я не играл в игру Эрми. Вот оно что. Вот где кроется разница. Ох, я совершенно про нее забыл, если честно. Неплохо, неплохо. В смысле, тебе понравилось или нет? Говорю же, все очень достойно, наверное. Хм, я тебе не верю. Ты в нее просто не играл. Брось, это не так. Я же обещал тебе, чел ты. Ладно, тогда спасибо. Да не за что. И как тебе сюжет? Отличный. А какой ты самый любимый кусок? О, слушайте, вопрос. Он разведет меня на то, что я раскалюсь. Но мы сейчас это увидим. Да все понравилось, не выделить что-то одно. А кто твой любимый герой? Они все отличные, особенно вот та девушка, как там ее? Надеюсь, что мужской персонаж тебе тоже пришелся по душе. Тот пожилой человек, военный. Да, он крут. Было бы круто, если бы существовало, но в моей игре его нет. Все, я пошел. Слушай, пожилой человек военный. Военный там был, и он был не пожилой. Алло. Ладно, я правда пойду. Когда ты пригласил меня, я какое-то время думал, что... А, про друзей, слушай, этот монолог. Ну, понятно. Короче, я получил достижение. На самом деле, самая какая-то стрёмная концовка. То есть, мне кажется, нужно быть лохом, чтобы на нее выйти. То есть, это нужно... По-моему, просто рандомно нажимать на все кнопки подряд. И тогда ты на нее выйдешь. Но это максимально стрёмная концовка. Никому бы я не рекомендовал ее. У меня такое ощущение, что я просто... Не знаю. Она просто очень странная. Она не должна существовать в игре, в принципе. Орлы, как вам эта концовка? Что вы о ней думаете? Я знаю, она очень сумбурная. И вот этот кусок видео последний. Он максимально сумбурный. Но, типа, концовка тоже такая. То есть, они о чем? То есть, по сути, концовка вся строится на том, что главный герой полный неудачек. Он даже хуже Эрми. Если такое вообще возможно. Ладно, Орлы. Все, мы прошли мою эру. Евген молодец. Евген не будет сосать конец. Мы сделали это. Мы прошли мою эру. Я, в общем-то, ну, все. Я прощаюсь с вами. Я думаю, все-таки я сделаю прохождение все... Ну, сделаю ролик со всеми концовками. Именно я покажу финальные кусочки. Не буду там показывать галерею, наверное. Я покажу именно финальный кусок самого свидания с Эрми и с другими девочками. То, как они отказывают. Мне кажется, это будет достойным таким... Ну, вы поняли. Так что, Орлы, все. Всем спасибо. Держите сердечко. С вами был Евген. И до скорой встречи. Моя любовь к Орламу. На вечную.